Спасатели с вертолета тщательно осматривают каждый уголок русла реки Енисей. Только за первые три часа поисковики обследовали 50 квадратных километров. Однако потерявшихся охотников, пятерых жителей Черемушек, так и не удалось обнаружить. Поднимались выше акватории, где-то, ну, так это порядка, наверное, до двух километров вверх. Вот, осматривали внимательнейшим образом, осматривали по возможности все лага. Вот, к сожалению, нахождение, местонахождение людей не обнаружено. Потерявшиеся охотники отправились за добычей на частном катере вверх по акватории Саяно-Шушенского водохранилища еще 5 января. Должны были вернуться через два дня, однако связь с ними пропала. Первыми тревогу забили родственники. Уже 9 января на ноги были подняты сотрудники МЧС и волонтеры. Началась доследственная проверка. В ходе проверки установлено, что 5 января пятеро мужчин в возрасте 37 лет до 61 года направились на охоту и рыбалку в урочище Пашкино, Лог-Горелый, Саяно-Шушенского водохранилища. На личном катере одного из пропавших. Должны были вернуться 7 января, однако в назначенный день не вернулись и не выходили на связь. 8 января сын одного из пропавших мужчин самостоятельно попытался на катере пройти до охотничьих угодий, однако ему этого сделать не удалось, ввиду того, что на реке Енисей встал лед. В результате потерянная группа сама вышла на связь вечером 10 января. Как выяснилось, охотники сбились с курса и были вынуждены отойти от заявленного маршрута в урочище Малый Пашкин Красноярского края. Это примерно в полусотни километров вверх от Саяно-Шушенской ГЭС. Именно там поиски не проводились. Сейчас все пятеро ожидают эвакуации на охотничьей базе. На связь выходили через охотников, то есть по радиостанции. Вчера уже после проведения работ вышли вечером охотники, сообщили, что да, люди вышли к ним на базу, поэтому угрозы жизни, здоровья нет. Единственное, что только необходимо их эвакуация. Стоит добавить, что в поиске пятерых жителей Хакасии был задействован практически весь состав Южно-Сибирского спас-отряда, плюс волонтеры. Уже сегодня, если позволит погода, охотников эвакуируют домой. Кстати, цена всей спас-операции может оцениваться не в одну сотню тысяч рублей. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.